Ваталии, всем доброго времени суток, рада вас снова приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер и в текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на июль 2018 года. По традиции, расклад вам покажет общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграются в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Работать мы сегодня будем с Тароу, Книга Теней. Хочу напомнить, что расклад не является индивидуальным, он выполняется для широкой аудитории, поэтому, безусловно, отыграться однозначно у всех он в принципе не может. Плюс для тех, у кого не проигрываются Тараскопы по знаку Зодиака, рекомендую посмотреть Тараскоп по знаку своего асцедента на Тайной карте. Так вы сможете сопоставить какой-то Тараскоп, наиболее событийно проигрывается у вас в жизни. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, расслабьтесь, откиньте все свои переживания и давайте смотреть, о чем же вам говорят карты. Итак, общая атмосфера месяца, какие события производят у вас в плане работы, финансов, здоровья, личная жизнь и совет от карты. Итак, общая атмосфера месяца. Пятерка Пентакли. Карта отсутствия помощи, отсутствия поддержки. Это, знаете, остаться сам на сам, с целью сопоставить, кто вы из кто, кто вам нужен, в каком направлении вам двигаться и что вам в целом решать. Это, знаете, как отсутствие ресурсов, отсутствие какого-то запала, осмысления и осознания того факта, что вам нужно в жизни. Поиск себя самого, поиск своих целей. Ну и в целом, знаете, может даже как обыграть ситуацию, посмотреть, кто вам вдруг, кто вам враг в текущей ситуации. То есть кто в какую-то сложную минуту протянет вам руку помощи. Так, что ожидает вас в плане работы? Ну, перевернутый дурак у меня очень часто в плане работы и карьеры указывает на карьерное повышение. Новая должность, рост, это благополучие. Если вы на текущий момент безработная, здесь есть шанс трудоустроиться, но, знаете, такой крайне малый. Если вы уже наемные работаете для любого собственного дела, здесь однозначно пойдет рывок, пойдет движение вперед, потому что по перевернутому дырку это идет как-то возобновение старых контактов, либо, знаете, как внедрение все хорошее, новое, это хорошо забытое старое. Вот с этой позиции. То есть укрепление в целом своего авторитета, укрепление своих навыков, ну и ситуация продвижения вперед. Что вас ожидает в плане финансов? Здесь у нас падает восьмерка Пентакли. По восьмерке Пентакли, ну, денежная масть. Карта говорит сама за себя. Прошу прощения. Здесь у вас четко идет ситуация хорошего заработка, но это очень часто идет какая-то тайная деятельность, потому что здесь ночь, и девушка хоть и занимается гончарным ремеслом, и здесь ничего такого тайного нет, но вместе с тем именно в этой колоде идет ситуация, как получение доходов либо нечестным путем, либо с какого-то, знаете, как тайного источника, то есть в таком вот контексте. Когда вы пытаетесь, ну, получить деньги какими-то новыми способами, которые раньше вы не пробовали, либо в целом для себя не видели новых путей заработка, а теперь они вам открываются. Что вас ожидает в плане здоровья? Шестерка жезлов. Шестерка жезлов. Карта отличного самочувствия, преодоления каких-то кризисных моментов, это улучшение в целом эмоционального, физического состояния. Это, знаете, как взять новые горизонты, то есть активно заниматься спортом, новым спортом, либо тем, что вы ранее не пробовали, брать какие-то новые вершины, новые горизонты, да. То есть в плане здоровья энергия у вас будет быть ключом. Здесь все замечательно. Что вас ожидает в плане личной жизни? А вот здесь падает семерка мечей. Карта двоякая. Вы пытаетесь из книги вырвать листок. А по сути-то, знаете как, а для того, что вам не принадлежит, а для того, что вашим никогда не будет, как бы это грустно ни звучало. По семерке мечей здесь в целом идет ситуация, что вы можете жить на две семьи, либо у вас может быть несколько партнеров или партнерш, и попытки одновременно развивать эти взаимоотношения, то есть, знаете, и вашим, и нашим, с целью сопоставить. Ну а в целом, очень часто карта говорит об отношениях с не свободными людьми. Когда вы пытаетесь с ними строить отношения, но не понимаете, что это пустая трата времени и сил. Если вы на текущий момент одиноки и пытаетесь с кем-то строить отношения, то карты говорят, повремените. Это не ваше. Ваше к вам еще обязательно придет. Есть ли с позиции совета? В плане совета карта девятка кубков. Больше радуйтесь, больше проводите время с друзьями, больше устраивайте каких-то праздников, либо ходите на усилительные мероприятия. Вам это сейчас крайне необходимо. Возможно, это и даст вам толчок к осознанию принятия себя, к пониманию того, что вам нужно от жизни, либо к новому видению, потому что сейчас вам крайне необходима вот эта атмосфера праздника, атмосфера радости, приятного времяпрепровождения. Возможно, как говорит карта, порадуйте кого-то, поздравьте с днем рождения, либо в целом устроите кому-то праздник. Вы в первую очередь сами получите этого колоссальное удовлетворение, эмоциональное такое вот насыщение, чем будете сами несказанно рады. Могу сказать сразу, так как у вас здесь только один старший аркан, месяц такой проходящий в вашей жизни, ничего значимого, либо кардинального здесь не произойдет. Нельзя сказать, что он позитивный, нельзя сказать, что он негативный. Месяц в целом нейтрален, несет в себе, знаете, какие-то эмоциональные переживания, но которые вы в состоянии переодолеть. Вот такой вот вышел у нас расклад. Напоминаю, что он общий. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Ну а я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!